История очень трогательная. Это два брата. Ну, понятно, что близнецы, это и есть братья. Это два брата. Кстати, правильно, что два брата, а не две сестры. А почему должно быть два брата, а не две сестры? А знак мужской по полу, это третий знак зодиака, все нечетные, мужские. Телец был женский, поэтому сразу понятно, что тут лучше родиться кем, если ты рождаешься? Родиться мальчиком. Ну, а если родился девочкой, ну, тоже ничего. Но лучше родиться было мальчиком, потому что знак мужской, это два брата. История, конечно, мифологическая, то есть сказочная. Но история такая. Они на самом деле братья не абсолютные, а, как говорят, единоутробные. Что это значит? У них мама одна, а папы разные. И при этом они близнецы. Ну, вот так такое вот случается, да. Поняли или нет? Мама одна, а папы у них разные. Папы разные, мама одна. Но, тем не менее, это не мешало им друг с другом очень дружить. Вообще, для чего знак близнецов оказался на небе? Он оказался на небе, как символ братской преданности и любви. Это, знаете, как назидание вот с неба. Здесь на земле братья, ну, братья, сестры, в общем, родственники. Вечно это грызутся между собой. Вечно что-то делят. Ну, не что-то, а конкретное делят родительское. Вечно какие-то распри. А там на небе, вот как, знаете, как образец. Вот как надо братьям любить друг друга. А что там получилось с отцами? С папами получилась такая история. Брат, который справа, вот он, видите, он с дубиной. С дубиной такой. А еще мальчики были физически очень хорошо размяты. Но это их и подвело в итоге. Брат, который с дубиной, его имя Паулукс. Там справа подписано имя Паулукс. Его отцом был Зевс. То есть он, Зевс это Юпитер, он сын Бога. Вот мать земная женщина. А у Паулукса отец был Юпитер. А который слева, у него в руке для, как у тех, кто для лошадей. Как эта штука называется? Плетка, да, или нагайка. Вот этот. Его имя Кастр. Кастр. А он был сыном земного человека. То есть так получилось, что отцы у братьев оказались разные. У того, кто справа, у Паулукса отец Юпитер. У того, кто слева, отец обычный земной человек. Что это давало? Разница между ними была только в одном. Тот, который был сыном Бога, был бессмертен. Он сам как Бог. А который слева был как мы. Обычный земной человек. В этом была разница. Братья знали, что они, ну как бы не совсем родные. Что только мама общая. Папы разные. Но это им не мешало. Они были не разлей вода. Не разлей вода. То есть они всегда были вместе. Очень дружили. И отсюда в астрологии такое правило. Что если человек родился под знаком близнецов. Неважно, мужчина это или женщина. Он всегда ищет в кавычках своего брата. Ну не буквально брата ищет. А ищет вот друг человека, который вот как брат, да. Близко-близко. И по жизни, чтобы быть вдвоем. Вот близнецы, люди, люди, близнецы, не могут без этой второй половинки. Не могут. В идеале, кто этой половинкой должен стать? Ну не брат, конечно. Муж или жена. Ну то есть это в идеале, вот этой двоей второй половинкой, это если очень повезет, станут супруги. Но если не они, второй половинкой может быть, например, мама или папа. Ну очень тесная. Знаете как, с родителями. Или родственники. Или твои дети станут твоей половинкой. Но близнецы прям ходят. И рыбы такие же. Ну до рыбы еще дойдем. И ищут, кому бы прилепиться. Не моя ли ты половинка? Да, признавайся. Без половинки близнецам тяжко. Тяжко. У мужчин такой половинкой, у мужчин близнецов, обычно становится какой-то закадычный друг. Ну товарищ. И они и везде вдвоем. И везде вдвоем. На работу вдвоем. На спорт вдвоем. В баню вдвоем. На охоту. Ну то есть вот, как бы вот это вот, что, как бы, как братья. Как братья. Хотя они не братья. Ну вот в конкретном примере. А эти были братья. То есть поэтому двойной знак, без половинки, ну никак. Ну никак. Значит близнецы любят всегда, чтобы рядом была как бы вторая половинка. И как жили эти братья? Ну, они родились такими крепкими, физически развитыми. И вот это их и подвело. Они были хулиганами. Хулиганами. И в детстве именно среди близнецов и мальчиков и девочек попадаются хулиганы. Девочки дерутся с мальчиками, с другими девочками. И дружат с мальчиками в основном. Так, девочки-близдицы, поднимите руку. Дружила? Только. Только, да. Вот это проявление мужского знака. Причем друзей мальчиков много. И это как бы естественно. И вместе с ними, и везде играть, и бегать. Так, у кого еще, девочки? Дралась. Да. Мальчишка. И дружила, и пила мальчишек. Ну, потому что близнецы, это такой знак, да. Дружила, 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 но дружила мальчишек. Дралась. А дралась с кем? С кем? Да со всеми. Дрой беден. Кого на улице увижу, с кем не дралась. Вот это идет от этого знака. Они были отпетые, как сказали бы в школе, отпетые хулиганы. И у них было такое. Кастер, который слева, он задирался там с кем-то. И когда на него это, а тут выходил с дубиной. Второй и дубиной всех. Вот этот с дубиной он сначала прятался, чтобы думали, что там только один. Это у них тактика такая была. И когда те осмелели, выходил этот с дубиной и начинал дубиной всех обихаживать. Но шалости эти, шалости, кончились плохо. Однажды они как бы не рассчитали, с кем они там задираются. И этот с дубиной вовремя не подоспел или что-то, замешкался. И Кастера, который слева, пырнули ножом в живот. Ну, они задирались, задирались, и вот им все это нравилось. Вот победителями, победителями уходить. И вы пырнули ножом в живот, по-настоящему. А этот, ну что он, да, ну с дубиной, ну подоспел, а толку-то? Там рана наживая. И Кастер стал погибать. Потому что он же был сыном человека, не бога. Если бы вот этого ножом, этого бы ничего не сделалось. Он бессмертный, Паллукс который. А Кастер-то был как обычный человек. И все, он умирает. И тогда Паллукс упал на колени. Но он понимает, что брат погибает. Вот этот вот Паллукс упал на колени. И обратился к небу, к богам и сказал. Заберите у меня мое бессмертие. Без брата жить не хочу. Он сказал, если боги не могут спасти брата, тогда пусть и меня зарежут. Пусть и меня убьют. Не хочу оставаться один. Боги сверху посмотрели. Говорят, какие братья, какие молодцы. И постановили забрать их на небо. То есть вот так вот они, то есть их не стали разлучать. Они теперь навеки, навеки вдвоем. Это вот такой вот пример, когда если брат погибнет, то и пусть меня не станет на этой земле. С тех пор они вместе. История очень проникновенная. Хотя, коллеги, они сами виноваты во всем. Потому что вот это вот их присуще близнецам. Вот это вот лезть куда надо и куда не надо. Затираться. Провоцировать конфликт. Причем, ладно бы ты овнам был, знаком Марса. Истинным арийцем. Помните арийцы? Эти-то не арийцы, а все туда же. Подраться, поконфликтовать. Ну и кончилось это все плохо. Так что шалости, шалости это присуще. Вот сам символ близнецов, давайте символ с вами нарисуем. Это вот две вертикальных, это вот два брата. А то, что они связаны вот такими сверху и снизу тугами, это про то, что теперь братья вместе и на небе. На небе это верхняя туга. И на земле это нижняя туга. Потому что палух сказал, похороните меня с братом в одной могиле. Похороните в одной могиле. Потому что я не хочу ни жить без него, ни вообще. Пусть я тоже умру. И вот тогда нас в одну могилу, пожалуйста. Это вверх и вверх и вниз. Вот такая вот история. Близнецы знак, который под управлением Меркурия. Это знак Меркурия. Доминирующая планета Меркурий. Но в современной астрологии, вот это очень важный момент, Близнецы перешли под управление Меркурий остался, но на вторых ролях. А в современной астрологии они ушли под управление новейшей планеты. Напомните, как эта планета называется? Эрида. Совершенно верно. Они ушли под управление Эриды в силу своей вот этой вот некой присущей им агрессивности, которая присуща этому знаку. То есть главная планета знака Близнецов в современной астрологии не Меркурий, а Эрида. Пока Эриды не было, они считались под управлением Меркурия. Под управлением Меркурия. А мы переходим к декадам. Давайте опишем декады этого знака. Декады этого знака. По-английски джемини. И у вас там зодиака, вот эту схему, кого не было на прошлом занятии. В каждом знаке. Какая? Первая. Первая. Вторая и третья уже несет характеристики следующих знаков той же стихии. То есть весы или водолей. Начнем с Близнецов первой декады. Первая декада. Когда они рождаются? Они рождаются с 22 по 31 мая. То есть это майские Близнецы. Майские. С 22 по 31 мая. Это майские Близнецы. Скажите, пожалуйста, есть среди нас майские? Вот помню Близнецы Новый и Юньский, да? Вторая или третья декада. Майские. Майские. Майские и Юньские. Майские, да. Первая декада. Самая натуральная. Вот, коллеги, давайте развеем еще один неправильный миф по поводу месяца май. Может быть, вы слышали, есть такая поговорка. Если родился в мае, будешь всю жизнь маяться. Кто слышал? Это неправильно. Маяться, это глагол в переводе мучаться. Ну, то есть, что типа в мае плохо рождаться. Если в мае родился, то будешь мучаться. Это не так. Название месяца май. Близнецы в мае начинают рождаться. Вот с 22, ну и до конца мая. К слову, маяться, глагол, вообще никакого отношения не имеет. Май называется так в честь богини по имени Майя. Это уникальная богиня. Вообще, Майя это не только богиня. Майя это универсальное понятие эзотерики. Оно у всех народов было. Вот это понятие Майя. А конкретно вот здесь Майя это мама. Вот так и запишите. Мама Меркурия. Поэтому, кто хочет в будущем гениального внука, поднимите руку. Назовите дочку Майи. У кого дочка Майя? Это имя, ну, редкое, нераспространенное. Редко кого так называют именем Майя. Ну, девочки, у кого есть знакомая Майя? Ну, вот балерину все раньше помнили, была знаменитая. Майя Блесецкая, например. Майя это мама Меркурия. И поэтому месяц назван Май. То есть, я к чему? Не надо думать, что в Майе плохо рождаться. В октябре гораздо хуже. Поэтому Май совсем не плохой месяц. Это вот так просто придумали. Май, значит, будешь маяться. Нет, нет. Май это в честь Майи. Майя это мама Меркурия. А Меркурия это самый умный на свете. Покровитель близнецов. Пока Ириды не было. А еще, коллеги, попутно добавлю, что есть целый, был, вернее, уже давно, нет, целый народ. Там в Центральной Америке легендарные Майя, которые создали целую сильнейшую астрологию. И, возможно, в будущем я приглашу ваш курс на эту астрологию, астрологию Майя. Поэтому Май это хорошее слово, хороший месяц. И ничего плохого здесь нет. Майские близнецы. Что про них? Ну, их надо сдерживать. Сдерживать. Потому что в них столько, столько в майских близнецов, столько жизни, как вот у Овна в первой декаде. Их надо сдерживать. В чем сдерживать? Они очень мутабельны. Помните, у нас есть такое понятие по знакам зодиака? Кардинальный, фиксированный, мутабельный. Сейчас я попытаюсь объяснить, что значит повышенная мутабельность. Мутабельность, это значит постоянно человека, ему все хочется. Ему во все стороны и туда, и туда, и сюда, и это хочется, и то хочется. И он весь вот так вот и извертелся, весь извертелся, ему все хочется. Во все стороны он лезет. Может, это и неплохо, конечно, особенно в молодости. Но контроль желателен. Контроль желателен, потому что майские близнецы слишком такие вот мутабельные, слишком непостоянные. Им все надо, все хочется. И куча друзей, куча друзей, широкий круг общения. Друзья, подруги, много-много людей вокруг. Почему? Потому что стихия близнецов это воздух. Воздух. А воздух это общение. Общение. Вот у телеца была земля. Поэтому телец, конкретно, кому достанется дача. А то вот ко мне коллега с вашего курса подошла, чуть не плакала перед занятием. Говорит, вот у меня муж неправильный телец. Дачу сестре отдал. Обидно даже. И не ругается, и вообще тихий, спокойный. И приступов ярости нет. И дачу сестре отдал. И говорит, я ему так и сказала, ты неправильный телец. Дачу отдал. А знак, а знак земной. Поэтому, коллеги, близнецы знак воздушный. А это не значит, что близнецам дача не нужна. Тоже нужна. Но воздух это люди. Это общение. То, без чего близнецы жить не могут. Не все близнецы так общительны. Первая декада самая общительная. Вторая уже поменьше. А третья волком смотрит на людей. Поэтому общительность присуща не всем трем декадам. Первой больше всего. Но в майских близнецах, вот что хорошо, с ними побыл вместе. И как-то жить хочется. Они всегда оптимистичные такие, веселые. Вот как вот эти два брата, которые шалили. Пошалить любят. Причем близнецы шалят и в зрелые годы, и в старт. Возраст не влияет на желание пошалить. Пошалить это всегда. Близнецы первой декады. Первой. Дальше там все чуть посложнее будет. А с первой декадой всегда легко договориться. Надо только единственное. Вот немножко их сдерживать. В их вот этом желании охватить все. Бибыть везде. Охватить все. Вот эта мутабельность. И туда, и сюда. Во все стороны сразу. Так проявляется мутабельность.